К другим новостям. В редакцию нашего телеканала обратилась жительница Люберец. У Екатерины Мельниковой возникла конфликтная ситуация с компанией-застройщиком. Люберчанку просят доплатить большую сумму – 400 тысяч рублей при переселении из ветхого жилья. Имеет ли застройщик на это право? В ситуации разбирался наш корреспондент. Я слышала, что многим семьям уже выдали ключи, уже многие переезжают. В нашем доме все упаковывают вещи. Переехать Екатерине Мельниковой пока некуда. Ее дом по улице Шевлякова признали аварийным в сентябре прошлого года. Компанией-застройщиком был построен новый дом. Его даже видно из окон коммуналки. Однако выяснилось, что получить там квартиру не так-то просто. Полгода назад мне сообщают, что готовьте деньги. У меня такой возможности нет. Все это достаточно сложно. Я приносила справку о зарплате. Я работаю менеджером, оператором в компании. У меня зарплата 22 тысячи. Екатерина проживает на территории 19 квадратных метров с 12-летним сыном. Когда она узнала, что за новое жилье необходимо доплатить непосильную для ее кошелька сумму 400 тысяч рублей, сразу же обратилась к юристу, в администрацию и, конечно, к компании-застройщику. Я, конечно, общаюсь. Я говорила, что у меня нет такой возможности, что делать. Но они какие-то называли варианты, на которые совершенно невозможно согласиться. На самом деле, согласно 89-й статье жилищного кодекса, компания-застройщик должна предоставить равнозначное по общей площади и благоустроенное жилье. То есть получить бесплатную квартиру, большую, чем есть у Екатерины сейчас, и тем более расположенную в том же районе, она, к сожалению, не имеет права. Есть определенный размер площади, который мы предоставляем совершенно бесплатно. Когда сверх этого размера у нас идет еще дополнительная площадь, мы просим людей доплатить, потому что это реальный актив. Вы можете продать эту квартиру, соответственно, и купить в другом месте совершенно. То есть здесь абсолютно рыночная история. Говорить о нарушении законодательства со стороны компании-застройщика нельзя. Они предложили жителям два выхода. Получить квартиру в новом доме, стоимость которой намного превышает выкупную стоимость старого жилья. И поэтому за нее необходимо доплатить. Альтернативный, бесплатный вариант. Собственникам им выплачивается выкупная стоимость. Выкупная стоимость складывается из рыночной стоимости жилья, которое они занимают, стоимость земельного участка под данным жильем и затраты, связанные с переездом. Исходя из этого, ведется разговор. Но по соглашению сторон ему может быть представлено за счет выкупной цены жилье. Таким образом, Екатерине придется либо соглашаться на предоставляемые варианты со стороны застройщика, либо искать денежную сумму для улучшения своих жилищных условий. Переселение микрорайона 1А планируется в 2020 году. Кристина Моносорян, Ирина Бокова, Никита Скараган, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.